Ребят, представляете, я из комнаты почувствовала запах. Ну, он готовит себе, я думала, омлет сделал. Выхожу, он уехал по делам, а он сделал панкейки, мне оставил. Ой, так приятно приготовил. Вот тут тесто месил. Ну, не тесто, в смысле, делал всё. Спасибо, Джордж. Жена спит, муж готовит завтрак. Единственное, что после готовки мне приходится мыть плиту. Терпеть не могу. Ну, что делать? Чтобы засранная плита была, это будет ещё больше меня раздражать. Рассортировала мусор. Вот пластиковый контейнер от сока и пластиковый контейнер от мытья, средства для мытья посуды, всё пойдёт в отдельную мусорку. Вот видите, я в пакет складываю, сортирую мусор. Девчат, многие просили показать кожу. Вот вы видите, зимой, вот видите, вот я не умывалась, вот проснулась, не умывалась, не накладывала крем. Вот смотрите, видите, никакого диспорта и ботокса нет. Уже давно были другие проблемы. Вот видите, зимой она какая сухая. Вот. Ни крема, ничего. Когда влажный климат, когда мы были в Мексике, совершенно другая история. А так, конечно, вот какие-то... Всё вот. Тут вот сушат. Вот тут вот, видите, какие-то... Вот всё, прям видно, видно сухая. Влажный климат для меня это спасение. Но, увы, здесь у нас самый климат влажный, который только в Канаде есть. Девчат вот спрашивают, какая косметика? Биодерма. Это серум. Очень хороший. Очень хороший серум. Очень хорошо увлажняет. Хотя увлажню сейчас кожу. Я много лет пользуюсь. Подсадила мапу на этот крем, на этот серум. Это аптечная. Я не знаю, как в России, но, по крайней мере, в Москве покупала без проблем. А в Израиле, если мне кто смотрит из Израиля, то там был очень маленький выбор. И я заказывала из Франции, из аптеки. Очень приемлемые цены, кстати. Рекомендую. Много-много лет пользуюсь. Ну, не только, но вот это вот самое любимое. Хоть в порядок немножко грела. Хорошо увлажней. Сейчас попробую эти панкейки. Что Джордж сделал. Сейчас тарелку возьму. Ну что, сейчас будет проба пера. Этих панкейков. Что любимый муж мне приготовил. С сиропом. Божественно. Очень вкусно. Я люблю с чаем. Очень вкусно. Диета к чертям. Всем приятного аппетита. Особенно с сиропчиком. То, что доктор прописал. Приехали в парк. Буду сейчас бегать. Сейчас покажу вам озеро Онтарио. Променад. Хороший парк такой. Сейчас покажу. Супер погода. Да, под горку идти гораздо легче и приятнее, чем в горку. Ну, я и в горку нормально шла. Тут не такая крутая горка. Ой, как я счастлива, что я реально нашла, стала ездить именно на озеро гулять. В парках как-то скучно. Я прям, знаете, вот шла и считала, считала. Раньше, когда там осенью, летом в парке я ходила. А на озеро прям с удовольствием лечу, бегу. Прям и воздух. Воздух хрустальный, конечно, около воды. Не отнять. Но вот пока тут бегаешь, мы еще забежала вот в такую residential area, где люди живут. И вот смотришь на такие прекрасные композиции во дворе, как у людей украшены перед домом лужайки. Очень красиво побегало озеро. И вот теперь прибежала сюда для разнообразия. Вот. Так что продолжаю бежать дальше. Свои шесть километров. Но я вперемешку. Ходьба и бег. Так, с непривычки-то, конечно. Уж не надо, как это, заставить дурака Богу молиться, он лоб расшибет, да? В нашем возрасте, кто за 50, надо щадить все-таки себя. Ой, какой интересный дом. Посмотрите, вот бангало, бунгало. Такой даже какой-то нетипичный канадский. Ой, как я люблю смотреть дома. Слушайте, здесь какой район классный. Посмотрите, какой дом интересный. Вот я почему-то больше люблю... Ой, и вот дом. Ну да, здесь дорогая недвижимость. Прям вот озеро-то, видите? Да, будь здоров, здесь сколько стоит. Вот, ух, какие, а вон какой домина. Да, вот так бегаешь-бегаешь. Обожаю смотреть дома, посмотрите. Так, а вот у нас тоже... Ох, какой дворец. Конечно, не как у Галкина в грязях. Но, тем не менее, очень красивый. Красивый дом. Интересно, сколько народу в нем живет? А, это, видимо, на две семьи. Видите, вот это? Вот один вход, потому что... А вот второй вход. Ну, это вот какой-то вот дополнительный вход. Вот, вот он, основной вход. Нет-нет, это дом на одну семью. Вот, а тут украсили тоже. И все дома разные. Ой, а вот какой классный, прикольный дом. Из красного кирпича. И гараж из кирпича. Смотрите. Тоже BMW. Тоже как красиво украсили. О, класс. Да, домик такой нехилый тоже. Интересный дизайн. Все из кирпича. И прям с видом на пруд. Класс. Да, вот эта вот прибрежная полоса. Конечно, очень безумно дорогая. Идет впереди стопудово русский. Вы знаете, я русских даже по походке узнаю. Ну, просто неудобно, да, окликнуть его. Вот сто процентов. Вот у русских даже походки какие-то. Вы согласны со мной? Смотрите. Русская походка. И лицо было русское. Ну, первое, это походку я обратила. На походку обратила внимание. Я так лоханулась. Ой, только я могла два раза заказать с Амазона одно и то же. Я не могу это. Я вот эту подушку купила в Икеи. Она мне очень высокая. Я могу спать только на плоских подушках. Я так мучаюсь. Я где-то месяц назад заказала себе две подушки. Вернее, плоские подушки с Амазона. То есть там три подушки. Они плоские-плоские. Что-то я не знаю. Что-то лежало. Что-то мне слишком плоские показались. В общем, я их вернула. И не могу на этой спать. Мне казалось вот это нормально. У меня с подушками просто мучение. Раньше я покупала плоские в Икее. Теперь их сняли с продажи. Я просто не могу. Мне нужна плоская подушка. Я даже доходила до того, что я сворачивала полотенце из ванной и ложилась на полотенце. Ой, я даже путешествую со своей подушкой. В общем, короче говоря, вот эти подушки, что мне показались неудобными. Я вернула на Амазон. И потом думаю, ну они же ведь были плоские, удобные. Там можно было их... Их три. Одно на вторую, на третью. То есть делать их так сложить, чтобы была удобная высота. То есть одна очень плоская. Две уже повыше. Три. То есть специально они три идут в комплекте. Они дорогие. Я заказывала за сто, по-моему, семьдесят долларов. И так подумала-подумала, надо опять их заказать. То есть в Амазоне есть такой вот список того, что ты заказывал. И там есть такой пункт. Заказать опять. А у меня на эти подушки, так как я их вернула, там нет этой кнопочки заказать опять. Там есть у другого продавца эти же подушки. В общем, короче говоря, этот же комплект мне пришлось заказать на двадцать долларов дороже. За сто девяносто. В общем, только я могла дважды заказывать один и тот же товар. Они очень долго идут. Это из Америки. И вот теперь я жду, не дождусь этих плоских подушек, на которых я смогу спать. Не могу. Вот это толстые. А посмотрите. Мучение, мучение. Ой, кошмар какой-то.